Здравствуйте! Видео ведется на панорамную камеру 360 градусов. Можете смотреть во все стороны, вверх-вниз, лево-вправо. На мобильном устройстве можете управлять гироскопом. Если управление гироскопом не поддерживается, то зажимаете левую кнопку мыши... Ой, если гироскоп не поддерживается, то вводите по экрану пальчиком и видео прокручивается во все стороны. Если смотрите на компьютере, то зажимаете левую кнопку мыши и также видео прокручивается во все стороны. Для наилучшей четкости изображения в настройках YouTube ставьте 4К, и видео будет максимально четко, которое поддерживает YouTube. Но это еще зависит от скорости вашего интернета. Итак, мы находимся сейчас в Лазарьском районе. Сегодня у нас 6 января, 4 часа дня или вечера солнце садится там. Летом оно садится вон там. А 6 января оно садится вон там. Итак, обзор моего новогоднего подарка Деда Мороза. Вот такой вот штуки. А видео сейчас ведется на вот такую штуку. Xiaomi панорамная камера, на что сейчас записывается. Ну, вы спросите, зачем тебе вторая панорамная камера? Хороший вопрос. Ну, кстати, вот чем они отличаются. Это чуть-чуть больше, но она в два раза уже, чем GoPro Max. Так, начнем с чего? Чем отличия? Отличия. Колоссальные. Ну, не колоссальные. Это снимает видео в 4К, которое сейчас ведется. Это снимает в 6К видео. Но, но сразу говорю, что он снимает для себя в 6К. Но YouTube пока все равно, кодек наш любимый всеми, H.264 поддерживает только максимум 4К. Поэтому я уже его испытал. Для YouTube нужно все равно эти 6К уменьшать до 4К, чтобы вы могли это посмотреть. Итак, этой камере уже я ее подарил, подарили мне на день рождения, подарила я ее себе на день рождения года 3 назад. И у нее встроенный аккумулятор. И последний раз ее хватило, когда я был 4-го числа в Лазаревской, хватило батарейки на 30, на 29 минут хватило аккумулятора. А она, ну, как бы аккумулятор неразборный. В нее можно вставить только, только флешку можно вставить и шнур воткнуть. Как бы аккумулятор в этой камере нельзя поменять. Как бы он уже, ну, 30 минут, на 30 минут записи, а у меня бывают ролики там и полтора часа, а некоторые ролики там я разбиваю на две части, когда еду в Сочи. Так что с пауэрбанком не всегда хочется ходить. Здесь аккумулятор сменный. Если у вас закончился аккумулятор, вы можете купить себе парочку-тройку аккумуляторов и всунуть его. Так, что здесь в комплекте идет? Здесь в комплекте идет только сама камера и чехольчик идет. Идет, с этой камерой идет небольшой такой держалка, на чем ее держать. И шнур, шнурок для зарядки самой камеры и переброса информации. Это mini-USB. Что идет здесь? Давайте посмотрим, что идет здесь. Я ее все-таки открыл. Что идет здесь? Здесь идет сама камера. Батарейка, которая вставляется в камеру. Крепление. Тут уже в этой камере Xiaomi Mijia 360 крепление, она наворачивается, как у фотоаппарата на штатив, резьба. А здесь непосредственно выдвижное крепление, как для аквабокса. Также идет само крепление. Вы приклеиваете круглое на шлем. На плоскую поверхность не приклеивается, она сразу для шлема. Плюс, куда вставляется, вот она уже, в такой же точке, куда вставляется это крепление. Также защитные линзы. Защитная непрозрачная и защитные прозрачные. И шнур Type-C. Type-C, типа, он будет заряжаться гораздо быстрее, чем он может заряжаться. Ну, давайте ее посмотрим. Я уже открыл ее, поснимал. Тут вообще прям мега нереально. Вот, пришли дети. Только, пожалуйста, со мной сейчас не разговаривай. И ходим очень медленно и тихо. Итак, достали. Вот так вот она выглядит. Что есть тут? Тут есть экранчик. Тут есть 6 микрофонов, которые будут автоматически убирать шум ветра. Когда я говорю в некоторых роликах, я жалую здесь, что не слышно из-за того, что сильно шумит ветер. На самом деле, на этой камере такого, по идее, не должно быть. Откуда дует ветер? Микрофон просто будет заглушать и будет брать звук только с того микрофона, который слышит меня. А, автоматически будет уменьшение ветра. Так, тут она вот так вот крепится. Чтобы ее вытащить, такая вот резиночка приподнимается. Мы ее вытаскиваем. Вот непосредственно сама камера. Сама камера. Она прикреплена. Отсоединяем. Дюк-дюк-дюк-дюк-дюк-дюк-дюк-дюк. Так, открутили. Это идет в комплекте. Плюс крепление, которое к шлему вставляется. Тоже идет в комплекте. Крепление вот такое. Вот так вот она выглядит сама камера. Поставили. Что у нас есть в коробочке? Коробочка отличная. В коробочке у нас есть шнур Type-C. Сейчас я разложусь. Сама штука, куда крепится, ее приклеивайте на шлем. Потом сюда камеру прикручивайте. Прикручивайте камеру. Когда вы это на шлем приклеили, вставили, все, камера держится очень крепко, никуда не болтается. Дальше. Защитные кругляшки на... Вот они сейчас одеваются, сейчас одену. Оп, защищается. Защищается. Автоматически. Ну, защита на объективы. Также чехольчик GoPro с крышечками для защиты на объектив. Тут также есть две крышечки, прозрачные. С пленочками я еще их не открывал. Но также тут есть, как бы, прошито два отделения для закрывашки объектива. Так. Сейчас вам обратно положу, чтобы... Какими пользоваться я не собираюсь. Но чехольчик, так вот она, чехольчик вся прячется. Прячется. Вот, чехольчики, камера GoPro, ой, GoPro Max, модель GoPro Max. И также кучка макулатуры. Наклеечки GoPro. GoPro мы обязательно куда-нибудь наклеим их. Книжечка на русском и английском языке об использовании аккумулятора. Также книжечка, что вы можете одевать защитный и прозрачный, но не для подводной съемки. На GoPro можно снимать под водой до 5 метров. Как вставляется аккумулятор, как защелкиваться, вся такая инструкция, как ее крепить на шлем. Для крепления, для селфи-палки в комплекте нет. Его нужно, как бы, все селфи-палки, которые у меня есть для Xiaomi, нужно, как бы, не подходят. Потому что другое крепление, нужно, нужно или переходничок покупать, или новые селфи-палки. Так, это точно. И также есть инструкция на русском языке, как включать, ну, включили и выключили, и что, как аккуратно быть аккумулятором, чтобы он не сгорел. Итак, в чем разница еще колоссальная? Колоссальная разница в цене. В три раза дороже. Обалдеть. В три раза дороже. Но, сейчас мы открываем. Тут у нас есть выдвижной аккумулятор, который отдельно можно купить несколько аккумуляторов GoPro, если вдруг что описывается так. Заряжаем камеру через Type-C шнур и вставляем флешку. Закрываем герметично. Разница в три раза. Чем в M-Video эта камера стоит... Можете сами посмотреть, сколько она стоит в M-Video. В Америке на сайте GoPro.com она стоит 530 долларов. На сайте GoPro.com. Но мозгов здесь гораздо-гораздо больше. И мобильное приложение для телефона гораздо качественнее. Ну, не качественнее, гораздо больше, намного функций. Во-первых, что она заявляет? Фотографии делает 16-мегапиксельные. Снимает 5,6-5600 пикселей 30 кадров в секунду. Это у нас 6К 30 кадров в секунду. Делает в 2 раза меньше Slow-Mo. 2x Slow-Motion в 2 раза медленный Slow-Mo. Максимальный Hyper-Smooth. Без тряски. Стабилизация видео идет максимальная, которая есть у GoPro. Самая последняя, самая хорошая GoPro идет. Также есть Max Time Warp. Это она снимает сферическое видео, но при этом оно 5 минут реального времени уменьшает до 30 секунд видео. Time Warp. Также можно вести прямую трансляцию через интернет. У нее есть Wi-Fi и Bluetooth. Есть Wi-Fi и Bluetooth. И в Full HD можно делать прямую трансляцию. Если у вас хороший интернет в том месте, где вы есть, вы можете выйти на прямую трансляцию через эту камеру и приложение. Прямо прямую трансляцию вести в Full HD. Также она делает 360. Ну, 360, куда и деваться. Powerp, но делает фотографии. Угол обзора 270 градусов. Вы можете нажать кнопочку, и он автоматически, ну, сделает фотографию 270 градусов. Также у него крепление, ну, как у подводной камеры. Можно управлять голосом. Там, GoPro, начни запись. И она начинает запись. GoPro, типа, остановись. Я все время подношу, выключаю, включаю. Также это можно говорить. Также тут есть мини-дисплей, на котором... Сенсорный дисплей, на котором можно вводить все это... Все. Меню, как в телефоне. Можно это все делать. На 16 футов подгружаться под воду. Это на 5 метров под водой она. У нее есть GPS и 6 микрофонов. Это очень-очень-очень здорово. Итак, что я ее уже тыкаю 2 дня. Как вы видели, когда я гуляю по Чимитакваджи, мы ходили до магазина и назад. Это снималось этой камерой. Делался тайм-уарп. А потом в приложении, мобильном приложении на телефоне. Просто вы выбираете место, куда вы хотите смотреть. Он быстро-быстро записывает. Это... У нас ушло около 20. Так, сейчас буквально еще 10 минут погуляйте за пределами веранды. Вот так вот тоже надо и надо делать. Так. 20-ти минутное видео. Он сжал до 2 минут. Вы видели, ролик шел 2 минуты, там чем-то секунд. Что мы там... Что... Как это делается? Это делается очень просто, без компьютера. На мобильном устройстве вы снимаете сферическое видео и потом сами выбираете ракурс, куда смотреть. И угол обзора, с которым смотреть, и как оно будет друг на друга перемещаться. Но это если вы хотите плоское видео. Если вы хотите... Если вы хотите 360, то также вы скидываете на компьютер и стабилизируете горизонт. В этой... Когда я снимал на эту камеру, периодически горизонт у меня, ну, ходит прям реально... Ну, вот вы держите, никакой стабилизации нет. Вот она вот... Я иду с рукой и вот так вот есть, ну... Трясется. Тут автоматически убирается это... Это гиперсмут. Макс гиперсмут. Все трясания камеры, они будут сниматься четко, вообще без всяких штучек. Что? Она как сама GoPro. Как сама GoPro, она может снимать плоское видео стандартным объективом, плоское видео широким объективом и плоское видео супершироким объективом. Как бы вы можете выбирать... Ну, суперширокий объектив, она сразу задействует два объектива. И берет информацию со второго дополнительного объектива. При этом она суперстабилизирует. И плюшки. Пошли плюшки, которые не написаны на коробочке. Есть GPS. Тут вы, когда монтируете плоские видео, не 360, а когда плоские видео монтируете, то можно поставить автоматически спидометр. На видео будет написано спидометр, и вы движетесь сейчас с такой-то скоростью. Пешком вы идете 3, 5, 6 км в час. Если вы едете на велосипеде, с ней снимаете, то он показывает фактическую скорость, с которой вы сейчас перемещается камера в пространстве. Одна плюшка, вторая плюшка. По GPS она записывает, он в видеофайл вставляет метки, ваш весь путь. Можно всю траекторию он вставляет, весь ваш путь. Можно вставить прямо в видео, весь ваш путь. И также он будет показывать, где вы сейчас находитесь конкретно в этом пути. Когда вы смотрите видео, появляется карта, как вы движетесь, и ваша точка перемещается по этой карте в течение всего видео. И третья плюшка. Можно поставить карту. Он берет из Google Map, берет карту, и вашу траекторию движения показывает, как вы идете по карте, весь ваш маршрут, и где вы сейчас находитесь в конкретной точке. Очень удобно. Но если, допустим, пешком, то что смотреть на ваши 5 км в час, и плюс, чтобы находить что-то реально по карте, то это нужно реально ходить и ходить 2 часа, чтобы что-то показать. Но если вы на велосипеде, на сноуборде, на лыжах или на чем-то там ходите, то это очень супер функция. Как бы нигде на коробочке это не написано. Итак, а потом, теперь танцы с бубном. Чтобы взять отсюда видео, он снимает формат .360. Если вы все привыкли смотреть МКВ, АВИ, МП4, то он снимает .360. Непосредственно взять ее, воткнуть в компьютер и посмотреть видео, ничего не получится. Есть два приложения. На сайте GoPro можно скачать два приложения. Одно приложение для именно экшн-видео, которые плоские, и одно приложение, которое 366К можно оставить, сохранить на компьютере в наши любимые форматы. И также одно автоматическое само приложение, оно выравнивает горизонт, убирает всю тряску. И также это второе приложение, есть одно приложение для плоских видео, одно приложение для 360, которое его уменьшает в 4К, он 6 тысяч, делает 4 тысячи. И что? Сейчас скажу. И выравнивает горизонт. И записывает в наш любимый формат H.264, который уменьшает до 4К и делает МП4. МП4, ну, когда-нибудь YouTube начнет, когда-нибудь будет более удобный формат. Новые айфоны с 10-го айфона тоже записывают в новом кодеке, который снимает 6К. Там какой-то новый супер кодек, который, ну, YouTube не поддерживает пока этот кодек. Этот, как 10-й айфон, снимает в супер отличном качестве, который... Вот закат моря, вы видели, закат моря, без комментариев, именно производился на GoPro. Еще какие плюсы относительно Xiaomi Mijia 360? Он намного четче, этот угол, если вы сейчас посмотрите вбок, наверх-вниз, то не так хорошо и качественно снимает Xiaomi Mijia, не так хорошо он сглаживает углы, чем сам GoPro Max. GoPro Max, самая последняя GoPro, намного лучше снимает углы, чем Xiaomi Mijia. И также, если Xiaomi Mijia, что у нас делает? Xiaomi Mijia у нас, когда вы сгружаете на компьютер, вы видите просто одно большое видео и две камеры фиша. Вы видите, один кругляшок 360, ну, один кругляшок 190 градусов, и второй кругляшок 190 градусов, он просто вам показывает видео с двумя фишами. И на компьютере вы сами, ну, не вы сами через программку для Xiaomi Mijia, они выпустили программку, которая это сама обрабатывает, делает полную развертку. Ну, допустим, если вы наснимали на час, то компьютер Core i7-6 ядерный, два потока, это 12-поточный, на каждое ядро по два потока 12-поточный, там, мой домашний компьютер, один видео, чтобы склеить, он склеивает два часа. Допустим, чтобы начать монтировать, вам сначала нужно склеить, этот процесс занимает очень долгое время. А здесь этот процесс, ой, двухчасовые видео еще не делал, но шестиминутное видео, вот где закат был, вчерашний закат я вам показывал, гораздо быстрее это все происходит, потому что он практически склеивает. Я небольшой хотел, когда я воткнул, и понял, что тут все не так, как в Mijia 360, когда я воткнулся в компьютер, увидел формат 360, никто его ничего не открывает, про приложения, которые нужно скачать на GoPro, пока я не сразу понял, что их нужно скачать, эти приложения, что я сделал. Я 360 убрал, стер, поставил на компьютере MP4, и видео стало воспроизводиться, оно полностью уже склеенное, но немножко с заходами, ну, оно уже идет склеенное, но какой-то там был небольшой дефект, потом я поставил программку, и сразу все стало хорошо. Но я попытаюсь все-таки еще несколько раз потанцую с бубном, и попробую, не уменьшая в 4К, сразу как-то из камеры изъять то, что она показывает. А так она показывает точка 360, формат, сейчас выйдет поезд. Вы его слышите? Я слышу. Едет поезд, и едет еще у нас, и еще один поезд едет, и здесь у нас Чимитакваджа. В Чимитаквадже у нас три пути. Это очень хорошо. Почему? Потому что поезда быстренько, они встречаются на нашей станции, и быстренько разъезжаются. А, допустим, в Лазаревской, в центре, один путь, и у нас поезда, вот они встретились и разъехались, это занимает намного меньше времени, чем в Лазаревской. Вот сейчас вы видите, по второму пути еще идет один поезд, и это происходит, одновременно они едут. А в Лазаревской, возле Домбыта, должен сначала один поезд проехать, потом другой поезд проехать. И получается, по времени это занимается намного больше, чем сейчас непосредственно в Лазареве, ну, чем, непосредственно Чимитаквадже. И сейчас нам повезло, ночью убрали, зимой у нас, так как станция сортировочная, зимой у нас стоит поезд на третьем пути. На том пути, на котором, ну, не электрички туда подают, не поезда туда, там не останавливаются, а зимой. Летом там периодически останавливаются поезда какие-то, у которых по расписанию остановка здесь, Чимитаквадже. Почему? Потому что туннель между Головинкой и Чимитаквадже один. Сейчас у нас поезда здесь разъехались, но летом гораздо больше поездов, и они иногда здесь друг к дружку пропускают. Что? Вот, поезда сбили все с толку. Так что буду новые видео вам снимать. Уже вы до этого видели, уже новое видео снималось на GoPro Max, которая делает отличные панорамные видео. С Новым Годом меня. Вот, это мне Дед Мороз прислал посылку из Сингапура. Я ее очень сильно долго ждал, дождался. Почта России работает отлично. Так что, а, все. Самое главное забыл. Спасибо всем, кто за донатики, тот, кто помогал каналу. Собственно, разбил я кубышку. Насобирал я к этому времени мечта. Копил я на квадрокоптер DJI GoPro DJI Mavic Air. Хотя он DJI Mavic Air. Квадрокоптер, который взлетает, останавливается, фотографирует все со всех сторон. И в себе, у него не панорамная камера, но он делает панорамные фотографии. Он просто останавливается, фотографирует сам все. И сохраняет, это сам в себе, внутри себя склеивает фотографии и вставляет их. И можно их, я могу их вставить в свой YouTube канал, как вы видели, 360 градусов. Но, в чем проблема? Проблема в том, что в центре Сочи, в центре Сочи и в центре Адлера летать нельзя. В Лазаревской, как бы, можно, но нужно спросить разрешение в аэропорту. Как бы, я это почти уже научился делать, но пока еще не до конца. Но уже почти. А почти у нас не считается. Так что, все, кто присылал на развитие канала, вот, вы будете видеть более четкое видео. Вы будете с подавлением звука это все видеть. Сколько я накопил? Три с половиной, три пятьсот, три тысячи пятьсот рублей. Это маленькая, но все равно приятная, приятная помощь для развития канала, которую я вот уже потратил. Ну, что, что, а, самый большой у нас спонсор был, самый большой спонсор 2019 года за Чистое Небо. Самый крупный спонсор за Чистое Небо. Отдельное спасибо. И все, кто присылает помощь каналу, все, 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 кто присылает помощь каналу, я вас покатаю, вне зависимости от какой суммы вы присылаете, там, сколько хотите, можете прислать. В описании ролика есть коплю на мечту. Мечта немножко изменилась. Вы можете посмотреть, проанализировать, что будет, какая будет следующая покупка, если вдруг что-нибудь не выйдет, какой-нибудь нужничок для изготовления видео. Ну, это тоже для изготовления видео. Итак, все, кто прислал помощь каналу на мечту, я покатаю на каяке, даже если вы не проживаете в гостевом доме Гавана в Чимитакваджо. Если вы даже все время любите отдыхать в Лазарьской в определенном месте, отдыхайте, не вопрос. Садитесь на электричку, приезжайте со мной за пару дней, там, списывайтесь через комментарий, там, через WhatsApp, списывайтесь, говорите, я делал на мечту. Я вас встречаю в Чимитакваджо на станции. Тут буквально 4 минуты видно станцию отсюда. Ну, прямо отсюда ее видно, но 4К в YouTube не передает. Вот, вон там станция, вот, вон там станция. Вы приезжайте, и я вас катаю. Вот, мы выносим мой каяк, большой такой каяк, 3,60, 3,60 метра, двухместный. И я вас прокатываю от нашего пляжа, выходим, и едем до Зубовского моста. Отличный вид. Экскурсия занимает около, ну, туда мы гребем, минут 20 гребем, пока туда-сюда, потом вы смотрите на мост, великолепный Зубовский мост высотой 80 метров, высота опор 80 метров, как колесо обозрения в Лазаревской. И потом, опять же, 20 минут гребем назад. Это всем, кто сделал пожертвование каналу, на развитие канала, такой вот автоматический бонус, чтобы как бы не пожертвование было, как бы я все ваши денежки отработаю, буду гребсти вместе с вами, даже если вы не проживаете в гостевом доме Ингавана в Чимитаквадже. Что у нас еще? У нас солнце садится. Сколько я с вами уже лялякаю? 16.35. 6 января. Температура воздуха 10 градусов. Море. Штиль, но не идеальный. Бывает прям идеальный штиль. Бывает штурм, а бывает как сейчас. Сейчас море хорошее. Погода отличная. Сейчас у нас все время показывает, что вот через 3 дня будет дождь, через 3 дня будет ливень, через 3 дня будет кирдык. Но каждый день смотришь, и это все время через 3 дня будет. Посмотришь через 3 дня, оно опять будет через 3 дня. Я и надеюсь, что так и будет продолжаться. Так, всем спасибо. Все, кто сделал донатики в 2019 году, ну, без разницы, когда вы это делаете. Я всех покатаю на каяке двухместном. И экскурсии от моего дома до Крабового царства, если отсюда, если когда вы едете на поезде, то периодически, когда вы видите море, появляются такие вот, они сделали берегоукрепительные сооружения, такие из камней навалены буны. На самом пляже в Чемитаквадже таких бун нет. Была ближайшая буна перед ВВС, но ближайший шторм эту буну всю раскидал, как бы в море ничего не осталось. На пляже лежат груда камней, а непосредственно в море никакой конструкции не осталось берегоукрепительной. Ближайшая такая берегоукрепительная конструкция как раз перед мостом, перед, между Чемитакваджей и Головинкой, есть туннель, не мост, а туннель. И там они сделали их качественно, они выходят в море, и там в штиль, если не шторм, если хороший штиль, то можно увидеть экскурсию на крабикам. Но она длится туда, грибстит туда, туда плыть 3 километра от пляжа. От моего пляжа по прямой туда плыть 3 километра, это на каяке плыть интенсивно минут 40, а в расслабленном состоянии около часа, если не напрягаться. Если напрягаться, то за 40 минут можно плыть. Там тоже можно по ним походить, пофотографироваться с крабиками и приплыть назад. Будет в конце этого, этого ролика появится, в конце. Иконка, вы можете посмотреть. Хорошо, так уж и быть. Если, ну как бы это гораздо больше, это занимает около 3 часов, туда час плыть, там час тусоваться, плавать, смотреть на этих крабиков, и обратно, и обратно час плыть. Ну, хорошо, если вы хотите экскурсию, все, кто пришлет донатики, можете сами выбирать. Или часовую экскурсию до моста, до моста, 20 минут, 20 минут и 20 минут назад. Или трехчасовую до Крабового царства, там часик, и обратно. Это уже 3 часа, но, ну что, ну как-то так. Вот, все, хватит уже я, ля-ля-ля-ля-ля, вы уже насмотрелись на море, уже едет, опять едет, опять едет ласточка, она остановится на перроне, а потом поедет дальше. Сейчас вы увидите, остановится она или остановится. Сейчас давайте посмотрим. Ласточка. Вот видите, фонарь. Вот фонарь едет, 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 фонарь, фонарь, медленно едет, вот тут, вот здесь заканчивается перрон. Ласточка Там, где она сейчас едет, там заканчивается перрон В чем фирничка ласточки? Ласточка Все электрички у нас ласточка Но есть краснодарская электричка Она не электричка, она тоже ласточка Но она едет с Краснодара В Розахутор Есть вроде бы Краснодар аэропорт или Краснодар Розахутор Это та же ласточка Но в ней нужно покупать билеты Не в кассе для электричек А в кассе для поездов Там вам скажут Заходить какой номер вагона И какое место, где вы будете сидеть Это та же самая ласточка, но она уже позиционирует себя Как поезд, который в Чимитаквадже Не останавливается Так что Вот вы сейчас увидели, проанализировали Где у нас находится перрон Как шумно едет ласточка Хорошо, что Сам гостевой дом находится Как бы не Если бы он находился метров на 50 Ближе к морю То было бы сильно слышно И видно всю железную дорогу А так как мы находимся немножко в ущелье Вот вы видите Оттуда Железной дороги видно только небольшой маленький кусочек Так Обзор GoPro сделал Рассказал Xiaomi Mijia 360 На что сейчас снимается видео Сейчас я это смонтирую И завтра вы будете смотреть с удовольствием мой ролик Ставить лайки Писать комментарии Делать пожертвования Подписываться на канал До новых встреч И сейчас появляется видео Как от пляжа Перед моим гостевым домом Доплыть до пробового царства До новых встреч Пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому